Торговая сессия Торговая сессия Торговая сессия Учитывая перечень факторов, приведших к росту российской валюты, мы полагаем, что пара доллар-рубль может и дальше продолжить локальную коррекцию, тем более, что фундаментальный фонд только способствует этому. Поэтому в качестве наиболее вероятного сценария в рамках сегодняшней торговой сессии мы обозначили дальнейшее укрепление российской валюты и, соответственно, нисходящее движение по паре доллар-рубль, ближайшей целью которого может стать значение 32,65. Тенденция к укреплению также сохранилась и по нефтяному активу. По итогам дня черное золото снова отличилось ростом, достигнув максимума на уровне 108,66 доллара за баррель, незначительно скорректировавшись лишь к окончанию торгов. В очередной раз поддержка пришла со стороны данных от Минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 5 июля, сократились на колоссальные 9,9 миллиона баррелей. Или в процентном эквиваленте 2,6%. Аналитики ожидали снижения показателя куда меньше на 3,2 миллиона. Данные укрепили мнение о том, что запасы в США продолжают существенно сокращаться. Дополнительным катализатором роста выступает еще и сохраняющаяся геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. При неизменности текущего информационного фона, быки в этом активе будут смотреться гораздо увереннее. Тем не менее, в краткосрочной перспективе возможны и снижения из-за приближения к уровню перекупленности и фиксации прибыли на данном уровне цен. Но этот сценарий, честно говоря, мы предлагаем отложить до заключительной сессии недели. А пока же, в качестве наиболее вероятного сценария, мы по-прежнему продолжаем обозначать бычьи стремления и возможность указанного актива продолжить рост вплоть до уровня 109 доллара за баррель. И, конечно же, главная валютная пара. Европейской валюте в рамках торговой сессии среды удалось не просто отличиться ростом, а продемонстрировать чудеса волатильности. По итогам дня пара евро-доллар скакнула более чем на 400 пунктов вверх и, удачно преодолев сопротивление 1.3, закрыла торги на уровне 1.31.15. Ключевым фактором роста главного валютного риска выступили итоговые протоколы последнего заседания ФРС США. Несмотря на то, что противоречивость позиций членов ФРС привела к довольно резким изменениям валютных курсов, в целом ожидания уменьшения выкупа облигаций снова были отложены на ближайшую перспективу, поскольку многие члены комитета выказали желание добиться более существенного восстановления рынка труда. Кроме того, члены комитета поддержали и более длительный период низких процентных ставок параллельно с сохранением стимулирующей политики. Безусловно, минутки ФРС продолжат резонировать на стоимости валютного риска сегодня, но дополнительное внимание обязательно стоит уделить ежемесячному экономическому отчету Европейского Центрального Банка, публикация которого назначена на сегодня на 12.00 по Москве. Если инвесторы не найдут намеков на вероятность дополнительного смягчения экономической политики еврозоны, у европейской валюты появится еще один фактор для развития роста. Поэтому в качестве наиболее вероятного сценария в рамках сегодняшней торговой сессии мы как раз и обозначаем вероятность продолжения роста указанной валютной пары до уровня 1.31.50, даже несмотря на ту коррекцию, которую мы наблюдаем на азиатской сессии. Таким образом, с информационным фоном на сегодня все. Большое спасибо за внимание и удачной вам торговой сессии. Всего доброго, до свидания.